Привет, привет, Лёшка! Я расскажу о фарм-субстанциях. Это то, чем я много занимаюсь сейчас. Это то, что используется в двух направлениях основных. Это лабораторные исследования, то есть это, грубо говоря, реактивы для лабораторных исследований в медицине, в поликлинике, куда вы приходите сдавать анализы. И второе, это субстанции для производства неких медикаментов. Вот эти грузы долгое время шли через Прибалтику. После того, как Прибалтика конкретно, в общем-то, послала нафиг всех, эти грузы начали идти через Финляндию, ну, в том числе, через вашего покорного слугу. И в начале июня разразился кризис, связанный с тем, что таможня потребовала практически по всем годам, даже те, которые не в санкциях. Разрешение МИДа, письмо от МИДа о том, что МИД не возражает против транзита через Финляндию, экспорта из Европы этого товара. Для чего? Все это нужно для того, чтобы получить экспортную декларацию. Потому что многие экспортеры, находящиеся в Австрии, в Чехии, в Польше, в Германии, не могут получить экспортную декларацию на Россию у себя на родине. То есть они, наверное, могут, но это составляет колоссальный труд. Это то же самое разрешение от МИДа, тоже срамое разрешение от таможни, и все это достаточно долго и сложно. Я знаю, что по Австрии 99% запросов на разрешение МИД заканчивается ничем. Кстати, по Прибалтике сейчас 100% на любой запрос идет ответ по типу русский корабль, иди, ну и так далее. У нас оставался вариант провоза через Финляндию. Вот в начале июня таможня, которая никогда не требовала разрешения от МИДа, теперь начала требовать разрешение от МИДа. И, соответственно, сроки увеличились, а многие субстанции имеют срок использования, срок хранения, срок годности. И, в общем-то, это сильно ударило по этим грузам. Сейчас ситуация, возвращаясь к сегодняшнему моменту, сейчас ситуация такова, что реально существует всего три способа доставки этих субстанций в Россию. Ну, из Европы, из Японии, из Кореи, из Америки, из Канады, из Англии. Первый вариант самый простой, самый рабочий, это через Дубай. Но цена там, конечно, колоссальная. Это авиа до Дубая и Дубай-Москва-авиа дальше. Соответственно, два авиаплеча приводят к цене за килограмм очень приличный. Второй маршрут, который есть, это Турция, но там, я так насколько понимаю, не все идет гладко. Я не очень сильно вдавался в подробности, но мои клиенты, в общем-то, жалуются на Турцию, что, в общем-то, там тоже бывают очень серьезные задержки. И третий путь, на самом деле, всего лишь это Хельсинки, это Финляндия. Вот, реально, три пути. Причем, в связи со всеми последними событиями, все три пути, в общем-то, подорожали. Соответственно, я думаю, что скоро, в очень ближайшем будущем, фармсубстанции подорожают в России, их появится некий дефицит. Соответственно, все, что связано с анализами, все, что связано с производством, усложнится и будет стоить дороже. Теперь, касательно сегодняшнего дня, мой совет многим клиентам. Первое, это, ну, Дубай, хороший вариант. Если выдерживаете по цене, то отправляйте через Дубай. Это, реально, неделя. Из Европы через Дубай в Россию, это неделя доставка. Это очень быстро. Второй вариант все еще сохраняется в Финляндии, но при этом есть один момент. Я рекомендую настоятельно получать разрешение МИДа до того, как вы нам отправили этот товар. То есть, перед тем, как отправлять нам какой-либо товар для дальнейшей доставки в Россию, сразу же пишите письмо в МИД о том, что вот мы такие-таки отправляем туда и туда, вот такой вот товар, который не подпадает под санкции, либо попадает под санкции, но является исключением из этих санкций. Прикладываете конечника, прикладываете контракт, прикладываете отправителя письмо. Обычно в среднем 2-3 дня получения ответа из МИДа. И обычно МИД таких слухачьих отвечает, что у них нет претензий. Вот это письмо от МИДа, плюс все письма, которые вы делаете обычно, мы подаем в таможню, и экспортная декларация готова за сутки-двое. Вот реальная возможность доставлять, в том числе сборкой, эти грузы из Европы в Россию. Ну вот в двух словах то, что сейчас реально происходит, то, что я наблюдаю вокруг. Берегите себя, до очень скорых встреч, пока.